Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хочешь помогать прямо сейчас. Кто с тепухой, а у кого с тепухи нет и не будет, десерт там возьму Как время летит Да, сама как будто вчера в училище поступала Мам, все, официальная часть закончилась Просто не хочется начинать 1 сентября с опозданием, поймите Ну, просто хотелось сказать, что я сегодня с одногруппницами встречаюсь, 25 лет не виделись Все, у меня все А что это только одногруппница? А где одногрупповки? Ах, я не могу Посмотрел бы я на этого мужика, который на швив мотористке учился Вот было бы круто с одними девчонками на одной группе учиться Ничего себе! Ты еще сказал слово «учиться» Хоть телевидение зови, небывалый случай Телевидение? Привет! Привет! Телевидение ВГУ, вы первокурсница? Да, факультет международных отношений Отлично, если хотите участвовать активно в жизни курса, вступайте вот в эту группу Хорошо Все, пока Пока До связи Я тоже хочу максимально участвовать в жизни курса Студсовет на втором Здорово, парни Здорово Парень Эли Парень Эли Кто такая Эли? Это я Можно тебя на секунду? Конечно И что это такое? Парень Эли, парень Эли Ну, я просто хочу, чтобы вы все знали, что мы пара, чтобы избежать недоразумений Недоразумений? Угу, ну, может, я говорю с табличку, девушку Данила Ну, или колокольчик хотя бы, чтобы звенел, если убегу, да? Эли, ну, не обижайся, ну, я же просто Эли, парень Эли, погнали у нас там аудиторию открыть Да, и сейчас идем Ну, что ты, я же Ребят, ребят, сейчас такое было пипец вообще Что, тебя отчислили? Молодец, хоть час продержался Очень смешно Короче, снимаю интервью, там, хороших телочек Подходит ко мне мужик, куратор нашим оказался Его тогда отчислили? Старосты назначили, оценили мои способности, так что теперь я босс Угу, пошли в аудиторию, босс Ну, куда-куда? Сначала староста Слушай, Гамлет, что за странная фамилия? Кому я буду продавать свои помидоры? Ты не бойся дорогой, твои помидоры, как всегда, в моих надежных руках Просто Антон предложил переписать магазин на инвалида, чтоб налогов было меньше Привет, бездельник А вот и наш инвалид Виктор Алексеевич, мы же с вами договаривались Ваша должность номинальна, необязательно сюда ходить Антончик, ты хозяина магазина будешь учить Ноги у меня есть Магазин есть, хочу-хожу, не хочу-не хожу А что вы будете здесь делать? У вас даже места нет Места я себе найду Занятие я себе придумаю А вот это вот что за штука такая? Да-да Это бейджик, сувенирный Ну, шутка Это мне сотрудники на юбилей подарили Очень хорошо За что я вам не плачу? Чтоб вы ляс сточили, да? Ну-ка, быстро по рабочим местам, давайте, давайте, давайте Видишь? Ого Ого Друзья, минуточку внимания Я ваш новый старост, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь Особенно, если вы красивая девушка Вот, Иван, это я Ну, вообще-то, староста с древнееврейского – это евнух Ну, это так, информация для особо красивых девушек Привет Меня Глеб зовут Эля Отвали от моей девушки Извини, пожалуйста, я не знал, что она твоя девушка Пошел вон отсюда Тогда я жду тебя в клубе на дне первокурсника Там увидимся Посмотрим Замечательно Он принял тебя за свободную девушку, супер А ты где был? Где твое заклинание, парень, Ель? Я… Я в этот раз специально решил не вмешиваться И посмотри, к чему это привело Ты теперь идешь в клуб И что в этом такого? Да ничего С этого все начинается, Эля Ветреное настроение Танцы, 7 минут для порыва Вот ты уже с кем-то… Что? Что с кем? Что? Ну, продолжай Не думал, что ты обо мне такого мнения Спасибо, спасибо Ну, прости, правда Я просто за тебя волнуюсь, понимаешь? Да? А мне кажется, ты мне не доверяешь Почему я доверяю? Хорошо, раз доверяешь, отпусти в клубку Одну Как одну? Понятно Ну, ладно, хорошо Иди Увижу в клубе неделю без посылов Ветеринарное свидетельство, справка от администрации, паспорт пасеки, сертификат соответствия Вы бы записывали, может? А что писать-то? Я по первому пункту понял, что не смогу продавать свой мед в своем же магазине И... И... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Только что мужик мой мед купил Давай штуку четыреста Что значит ваш? Да и нет здесь никакого меда Вот хлеб, молоко и тара за двадцать рублей Какая тара? Вот такая Вот такая? Ну, давай за нее двадцатку А я не могу Деньги подотчетные, они все через бухгалтерию идут Вот так, да? Ну, что ж, Любовь, поздравляю Прошла проверку Вот, а это мы с мужем в Монако В Монако? Да А что же у вас на заднем плане-то шоурума написано? Ой, это я бы альбом Геленджик открыла Слушай, ну, лучше про себя-то скажи Ну, мы про тебя совсем ничего не знаем В соцсетях тебя нету Давай, рассказывай, как живешь, где работаешь Ну, чего я? Работаю в салоне красоты на ресепшене Что, прямо на ресепшене с такой челкой? А что у меня с челкой? Не-не-не-не, в винтажниках все хорошо Вот, а живу в большом доме у реки А что не на Красной площади? Не, ну, если врать, то так врать Ты что, мне не веришь, что ли? Да я сейчас покажу тебе Вот, смотри Вот такой дом А что на таком телефоне? Ну, хватит заливать Ну, правда, ну, слышно даже Ну, что вы меня не верите-то, а? У нас же детей в роддоме перепутали с одними богачами У нас же дом сгорел И мы к ним переехали А Антон, это вот хозяин дома Этот дом в карте проиграл А Леша мой, ну, одно дельце провернул И дом-то вернул А ты сериал не пробовал писать? Не, ну, мы все приукрашиваем Но ты уж совсем завралась Давайте, поехали О, да А, как бы на твоей яхте по области кататься В дом мой, сами все увидите Официант Иди-ка сюда Принесите нам, вот Извините, пожалуйста Мы будем лучше следить за качеством товара А ей ты Чего деньги отдала? Они ж подотчетные Нарушена целостность упаковки товара Покупатель предъявила чек Я обязана вернуть деньги Молодец, Люба Прошла еще одну проверку А глядишь на повышение, пойдешь Данек Я должен быть неотразим А то этому Глебу достанется самая красивая цепа потока Какой? Слушай, а ты же Ты же можешь сделать так, чтобы Глеб не попал в клуб? Ты же староста Хорош Если Глеба не будет, королем вечерину буду я Даже если оденусь, как ты Так Все, вызываю такси и поехали Ну давай только эконом Ну или хотя бы комфорт Ну конечно, братан Ты же платишь Че знал, че знал Вот, три косаря у нас в кармане Батя, ты совсем что ли ослеп? Это же чек Пока Чек План такой Мы отклеиваем этикетку с меда Аганяна Размножаем ее на принтере Получаем полную копию магазинного меда И портим его Дальше в дело вступаешь ты Я у вас тут мед купил, а он испорченный Этого не может быть Вот чек Ну-ка, ну-ка Ну? Ну это вас, брат Дай, пожалуйста, бланк Пожалуйста, распишитесь Вот здесь И извините Впредь мы будем внимательно следить за качеством товара Это безобразие И еще раз извините Получите Наши? Наши, наши Не сомневайтесь Ну вот Что скажете-то? Что ключи подобрала, да? Угадал, где свет включается Везде он свои фотографии понаставила А! Ну так понятно Это вот хозяева, а вы с Лешей явно прислуга. Слушайте, вы меня доведете, честное слово. Я вам сейчас документы на дом покажу. Куда? Только по студенческим. А, мадам, прошу вас. Эй, а что ты ее пустил? У нее тоже студенческого нет. А я ее лицо знаю. Домой давай. Следующий подходим. Ну, братья, твой выход. Фамилия? Так, Барабулькина. Говорясь у тебя. Проходи. Здорово, Глеб. Здорово. Че, не хочешь немножко? Ну, там все равно подавать не буду. А у меня есть. А че до середины очереди дошел? С тобой пить никто не хочет? Да нет, я просто с тобой хотел. Ты ж вроде нормальный пацан. А, конечно, нормальный. Я даже за твоей девчонкой могу в клубе присмотреть. Да, нет. Ладно, не побежайся. Пойдем выпьем. Некрасивым девчонкам сегодня тоже шанс нужен. Пойдем. Так, стоп, стоп, братан. Суденческий. Алло, мама, ты уже уехала? Можешь, пожалуйста, вернуться? Просто мне переодеться надо. Угу. Спасибо. Леша, а где у нас документы на дом лежат? Че-то найти я не могу никак. Документы? Документы. Так, а может, ты у меня этот кабинет купишь? Пожалуйста. Я решил купить у тебя бассейн. Договор. Пиши. А я документы в банковскую ячейку отнес. Ты че поддуриваешь-то? Давай вези их обратно. Нет, привезти не могу. Банк уже не работает. Все, пока. Юха, пять банок, а? Давай, раз как-то подозрить меня, можем испалиться. Сорвем к уши и ляжем на дно. По три с половиной штуки. Тоже мне кушать. Тьфу. Ладно, давай. Пошли. Поль, как хорошо, что ты пришла. Прям вовремя. Слушай, ко мне там одногруппницы пришли и не верьте, что я хозяйка дома. Ну, юридически. Можешь подтвердить? Пожалуйста. Хозяева уехали на выходные. Вот Лизка нам и чешет. Конечно, чешет. Ее Леша на дом заработает. Если только свою печень в музее алкоголизма продаст. Ну, про Леша, что они это зря сказали. Угу. Так все, тебе нельзя-то, пьяный. Охрана! Что случилось, парни? Ректор сказал, пенок не пускать, а от этих пахнет. Ну, что, непонятно, что ли? Если пьяный, иди домой. Хорошо. Подержи, Ванечка. Извини. Если я пьяный, пускай какой-нибудь трезвый это повторит. Окей. Проходи. Я не пьяный. Ну, если не пьяный, повтори. Ладно. Я домработница. Ну, вот. Ну, просто хозяйка пришла. Чего мне вам брать-то теперь? Полина Сергеевна, извините меня, пожалуйста. Сейчас девочки домой пойдут. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, что вы, сидите, вы же давно не виделись. Общайтесь спокойно, я мешать не буду. Спасибо, Полина Сергеевна. Хозяйка у меня золото. Ну, что, приняла жить всей семьей, кормит, поит. Зарплату сто тысяч платят. Сколько? Сто? А, Лидочка, вы когда с девочками закончите, зайдите ко мне за премией? Ну, вы же одна сейчас работаете. Правда? Спасибо, Полина Сергеевна. Да. Светка-то, ну, сменщица моя, на квартиру заработала и уволилась. Вот теперь сменщицу ищем. А так, если вы сменщицу ищите, то я могу, я! Подождите, я тоже могу. Мне вообще нужнее. Я же это, в Монако-то не была. Лидочка, ну, это с вами нужно обсуждать. Вам же со сменщицей работать. Это да. Это да. Старшина, может, пропустим малого? Ты знаешь, что его родители? Ну, и кто? Ну, если честно, я сам до 16 лет не знал, кто. Детдомовский, что ли? Да, детдомовский, точняк. Ну, прямо не хотел говорить. Ну, сам понимаешь, детдом. Ну, раз так, проходи. Спасибо. От души. Спасибо. Стой. Пятихатку гони. Сырота. Или ты думаешь, я в эту шнягу поверю? Что, все пять испорчено? Да. Лёх, ну, тут понятно. Человек только попробовал, чуть не отравился. Пять раз. Надо деньги возвращать. Сейчас вернутся. В смысле вернутся? На карту вернутся. Вы же картой рассчитывались. Проверьте. Вам СМС должна прийти. Пришло? Пришло. И мне пришло. Ну, Камлин, я тебе говорил, что в этой истории с инвалидом есть подводные камни. Вот эти два камня. Вы о чем? И с системой безопасности в магазине работает исправно. Уж кто-кто, а самый главный начальник должен об этом знать. Я ему уговорил. Второй раз вы подозрительны. Подозрительны стало, когда вы переступили порог этого магазина. Значит так, коллеги, минуточку внимания. Значит так, вот этого не слушать, не разговаривать, подсобное помещение не пускать и неважно, что у него написано на бейджике. Спасибо. Эй. Эй. Привет. Девушка с международных отношений до сих пор без отношений. Давай знакомиться. Меня Глеб зовут. А это моя некрасивая подруга. Кого бередешь к со вкусом? Не надо думать. Правильный выбор. Пойдем. Мои глаза голодные, я просто не в себе. Мои глаза голодные, беру у тебя зол. Я так хочу тебя примерить. Иди ко мне. Блэк Бакарди, танцы в моей кровати, не говори, мне хватит, снимай свое платье. Блэк Бакарди, танцы в моей кровати, не говори, мне хватит, снимай свое платье. Блэк Бакарди, танцы в моей кровати, не говори, мне хватит, снимай свое платье. Девочки, Рая и Вика, мы посовещались, и Полина Сергеевна не прочь взять кого-то из вас на работу. Очень хорошо. Ну, если я, конечно, поручусь. Но место одно. А давайте устроим что-то вроде пробной уборки. Давайте. Кто лучше справится, тот и получит работу. Очень ледок, слушай. А Вика-то побухивает иногда на работе, ты знаешь? Прям иногда запоями. Ну, просто имей в виду. Лида, вы это того, если правит на работу брать собираетесь, то вы деньги и ценности убираете, а то за ней водится. Да-да. Ну, чистота. Ну, чего? Кого на работу-то берете? Я не знаю. Это вы хозяйку спросите. Лидусь, ты же сказала, ты домработница. Вы же мне не поверили. Значит так, вы нам не подходите. Я верно говорю. Да-да-да. Ты воруешь, а ты пьешь. Я правильно вас поняла-то? Манечка, что-то она мне уже не очень нравится. Забирай. Я себе поинтереснее нашу. Привет. Привет. Меня Глеб зовут. Яна. Зачем они вообще создал эту группу? Тебя только это беспокоит, да? А то, что в клуб приперся, девушку избил. Ну, так в порядке ущей. Ну, что мне сделать, чтобы ты меня простила? Ну, я же не специально. Каждый может ошибиться. Вот именно каждый. Ну, только у тебя получается так регулярно и виртуозно. Привет, парень Элли. Он больше не парень Элли, он выключатель. А тёлка выключатель. Ничего так. Прикольно. Теперь я ещё и тёлка выключатель. Месяц поспособую. Лида, ты водички попей. Не помогает. Пятый час ушикаю. Да, скоро велоследок. Всё-таки деньги портят людей. Ну, давай. Как палерины. Телевизор увидел. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ